Всем привет! Сегодня мы в городе, в котором хоть раз мечтали жить все. Мы в Лос-Анджелесе. Кто-то его обожает, а кто-то его ненавидит. Ведь Лос-Анджелес это город-контраст. Ну что, пойдем смотреть его вместе с нами? Немного городов США, да и во всем мире могут предложить столько разнообразия, как Лос-Анджелес. Здесь можно поехать поплавать в океане, потом поехать похайкать на голливудских холмах, а затем в части езды от Лос-Анджелеса можно поехать покататься на лыжах в снежных горах. И, конечно, здесь можно поехать в абсолютно разные районы, которые очень сильно от друг друга отличаются. Ну и разнообразие культуры, конечно, здесь огромное. И не могу не сказать про мои любимые парки развлечений, которые тоже самые крутые в мире. Здесь есть и Диснейленд, и Universal Studios, и есть Six Flags с экстремальными горками. И, конечно, выбор огромный. И также в Калифорнии считается климат идеальным. Здесь 300 солнечных дней в году. Ну разве это не рай? Лос-Анджелес один из тех городов, где нет этнического большинства. Здесь где-то 50% мексиканцев проживает, так как Лос-Анджелес – это самый большой мегаполис ближе к Мексике. И, конечно, большинство мексиканцев, когда приезжают в Америку, они сразу напрямую едут в Лос-Анджелес, так как большой город и много возможностей. Да, и что самое интересное, несмотря на это, здесь все говорят на английском, потому что, например, в Майами тоже история такая, что там очень много иммигрантов, и там часто слышна речь из разных вообще стран, очень много разных языков. То есть здесь все равно преимущественно английский. Да, таксисты вообще, например, в Майами не общаются на английском, можно сказать принципиально. Да, здесь никогда таких трудностей не было. Ну, мы, кстати, довольно часто слышим русскую речь в Лос-Анджелесе, в таких районах, как Глендейл и Голливуд. Да, и, конечно, здесь вообще разная кухня есть в Лос-Анджелесе. Понятное дело, можно найти абсолютно любую кухню, так как город просто огромный. Но, конечно, наша самая любимая кухня – это шаверма в Глендейл. В смысле шаверма? Шаурма. Шаурма. Да? В Лос-Анджелесе есть несколько точек с шаурмой, но здесь самая вообще рекомендацион. 15 долларов стоит одна шаурма, кстати. Сейчас покажу. Все, можно мне в шаурму? Ребят, я просто ждал этого момента 4 месяца, пока мы жили в Майами. При том, что там классные магазины с нашей кухней даже круче, чем в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, но там нет шаурмы. Вот, а здесь прям много, да? Можно есть? Да, можно, давайте попробуем. Это просто бест. А, она такая гигантская, вот я сгустила кусок. Бест. Очень вкусно. Да и сам Глендейл считается армянским районом. Конечно, здесь помимо армян живет еще очень много людей, как и в любом районе Лос-Анджелеса. Но армянская диаспора здесь действительно большая. Здесь проживает около 200 тысяч армян. Ребят, для тех, кто хочет такой район почище, где побольше русскоговорящих людей и наш местный бизнес, то Глендейл вам отлично подойдет. Лос-Анджелес, это, конечно, суперавтомобильный город, поэтому если вы будете проживать здесь, то вы будете проводить на дороге очень много времени. В среднем жители Лос-Анджелеса проводят в год 103 часа в пробке, то есть, грубо говоря, 4 дня вы проводите в пробке. Конечно, в Лос-Анджелесе тоже есть общественный транспорт, но так как город просто невероятно растянут, когда где-нибудь смотришь там с обсерватории Гриффита на город сверху, то и даже конца и края не видно, настолько он длинный. И, конечно, на автобусе передвигаться очень тяжело, можно там 2 часа ехать в какую-то одну сторону или даже 3. Но при этом у нас есть студент, который ездит уже полгода в Лос-Анджелесе на общественном транспорте. Да, мы вставим ставку с ним сюда. Всем привет, меня зовут Симеон, и я живу в Лос-Анджелесе уже 9 месяцев, и все это время я передвигаюсь на общественном транспорте. Это автобусы обычные и метро. Приезд на них единый, стоит 1 доллар 75 центов. Метро, честно вам скажу, грязное, вонючее, и там полно хомлис. Автобусы чуть почище, но они ходят с задержками, то есть всегда можно увидеть в Google Maps, что автобус опаздывает на 5, 10, порог даже 15 минут. Плюс общественного транспорта, что в час пик порой на нем можно добраться даже быстрее, чем на машине в некоторые районы Лос-Анджелеса. Общественный транспорт позволяет, наверное, на первое время сэкономить вам довольно большое количество денег, если вы в ограниченном бюджете и не покупаете, либо не арендуете какой-то свой личный автомобиль. Кстати, есть еще другие студенты, тоже мы когда в языковой школе были, нам тоже ребята рассказывали, что доезжают даже до океана кто-то ездит на автобусе, вот, но ребят лучше на машинке. Просто дольше будет, скорее всего. И вот сейчас мы находимся прямо в самом центре района Глиндейл, и это одно из моих самых-самых любимых мест в Лос-Анджелесе. Да, и здесь торговый центр, очень уютные улочки, и мне вот интересно, может быть, вы видели раньше или нет, как выглядит магазин Теслы. Здесь прямо внутри представлены машины, и можно прийти, посмотреть, даже потрогать. Пойдемте зайдем. У этой машины двери открываются вверх, представляете? И в ней много места внутри. Блин, так прикольно вообще. Полетели! Блин, классно. Одним из недостатков Лос-Анджелеса можно отметить дорогое жилье, особенно если вы хотите жить в центре города или там в дорогих районах, типа Беверли-Хилл, Санта-Моника, то там, конечно, это будет стоить дороже. И, конечно, везде можно найти разные условия, разные... Да, ну вот ребята, например, живут за 4 тысячи долларов в Даунтауне, у них очень большая классная квартира. Пиши в комментариях, если хочешь, обзор на жилье. Да. В целом, кооперироваться по жилью очень выгодно, и у нас и ребята, и в Сан-Диего тоже так снимают, там, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры в районе 3 тысяч долларов. Живут вместе, шерят какие-то счета, там, даже за воду, там, за свет приходят. Но это намного выгоднее, удобнее. Да, и поэтому помогают наши чаты по каждому городу, где у нас есть языковые курсы, поэтому ребята объединяются, очень легко находят по гайдам и так далее вместе живут. Ну, если вы поедете в Америку, то вы будете в этом чате, как наш студент, так что скоро все увидите сами. А если говорить в целом про уровень жизни в Лос-Анджелесе, то здесь люди в среднем зарабатывают 32 доллара в час или 67 тысяч долларов в год. Да, это, наверное, не самый лучший город по соотношению зарплат к ценам, но все равно в целом неплохо. То есть у людей после уплаты налогов остается 5 тысяч 327 долларов. Средняя зарплата в Лос-Анджелесе после уплаты налогов хватает на 1.8 месяца жизни, то есть почти на 2 месяца жизни вам здесь хватит средней зарплаты. Чтобы вы понимали, такой показатель в Москве составляет всего 1 месяц, то есть заработав 1 месяц в Москве, вы сможете 1 месяц прожить. И другие города, это, допустим, тот же Шанхай в Китае, там 1.1, то есть вы чуть больше месяца можете прожить. В Париже и Лондоне это 1.3, то есть в Лос-Анджелесе намного лучше соотношение. И даже если мы возьмем Канаду, которую часто любят сравнивать с США, то там такой показатель в Ванкувере составляет 1.6 месяцев. То есть это все равно хуже, чем в Лос-Анджелесе. Но если мы сравним другие большие города в Америке, то есть, допустим, такие как Даллас или Хьюстон, то там эти показатели будут лучше. Допустим, в Далласе этот показатель составляет 2.2 месяца. То есть на 1 зарплату именно в Далласе вы сможете прожить 2 месяца, ну, чуть больше 2 месяцев. Здесь бензин, цифры отличаются от привычных, и мне пришлось действительно разбираться, каким мне надо заправлять машину. Потому что Москет, там, по-моему, 92-й, 95-й, 98-й, вот здесь 87-й. И ты такой думаешь, хм, это что-то плохое или как? Вот, но мы всегда 91-м заправляемся. В 89-м. Вот этим? Да. В 89-м. Ну, посередине цена... Как вы понимаете, я не заправляюсь, я просто отстаю. Бензин в среднем в Лос-Анджелесе, ну, и, собственно, в Калифорнии куда дороже, чем в среднем по Америке. Здесь любят отдельный налог делать на бензин, и он достаточно высокий, поэтому и цены такие большие. У нас полный бак получается где-то 70 долларов. Сейчас иногда бывает даже 90 долларов, когда цены сильно скачут. Я знаю тех, кто ездит на Prius. У нас очень много студентов ездит на Prius. У них 45 долларов полный бак. Давайте спросим у нашего студента Никиты, который живет в Лос-Анджелесе уже больше 6 месяцев. За сколько он снимает машину? Да, у меня вот Prius 2011 года. Я плачу в месяц 435 долларов. Ну, Prius, потому что экономно. То есть у него расход больше 40 миль за галлон. Это очень экономно, потому что в среднем там типа 20, 25, 30, может быть, что-то такое. Вот. И плюс вообще ни разу не ломался. А за сколько ты мог бы купить такой Prius? Ну, мне вот хозяин его хотел продать за 4 тысячи, но я отказался, потому что мне просто удобнее и как-то комфортнее его снимать, потому что вдруг что сломается, и хозяин его будет чинить. Ну, и нас, кстати, спрашивают, удается ли нам экономить на бензине, используя Теслу. Ну, однозначно да, потому что у нас полный бак зарядить стоит 24 доллара в среднем где-то. Да. И этого хватает на 300 миль. Да. Вот, кстати, раз Тесла, два Тесла. В Лос-Анджелесе очень много людей гоняют на Теслах, и это популярно не только здесь, а в целом в Калифорнии, и это даже поощряется правительством. То есть какую-то сумму можно вычесть из налога, там что-то Federal Tax Deductible, да, называется? Да, это на федеральном уровне еще есть отдельные штаты. Да, и штаты еще поощряют. Ну, в общем, прикольно. Мы сейчас находимся в самом центре Лос-Анджелеса, в его сердце. Это даунтаун Лос-Анджелеса. Он совсем небольшой, если сравнивать с Нью-Йорком, и совсем не такой престижный, как тот же Манхэттен в Нью-Йорке. Здесь, кстати, есть самый неблагополучный район Лос-Анджелеса. Он называется Скидроу, и мы сейчас по нему проедемся и покажем вам, как он выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, здесь прямо вот даунтаун, и вот эти все палатки и кучи бездомных, просто, я не знаю, миллионы здесь. И это все прямо вот в центре города. У меня такое ощущение, как будто вот им может просто что-то не понравится, они могут начать бить твою машину, там, не знаю, у кого-то может быть даже оружие. И как будто вот, не знаю, на нас один чувак показывал пальцем, о боже, красный свет, это то, чего я боялась. Он показывал на нас пальцем, что типа вот они снимают, они очень им не нравятся, когда их снимают. И знаете, это когда по сарафанному радио такой слух распространился, они такие, нас захватили, сажали, и мы такие, все. Нет, причем он так показывал пальцем, как пушкой, знаете, типа, как будто сейчас, смотрите, давайте эту машину выцепляем. Вот, и потом еще так люди начали показывать, и я просто у других блогеров смотрел, ну, что они так бывает нападают, то есть они такие нас снимают, и они нападают на эту машину. Да, и потом я просто как в фильме Need for Speed на красную. Многие говорят, что недостаток Лос-Анджелеса, что он дорогой, но, наверное, многие жители Лос-Анджелеса с этим не согласятся. Главный недостаток Лос-Анджелеса это в том, что здесь огромное количество бездомных. Всего в округе Лос-Анджелеса насчитывается около 69 тысяч бездомных. Вот, ну, мы с вами побывали, собственно, в одном из них сейчас, в таком районе, где самое большое сосредоточение этих бездомных. Больше конкретно таких районов в Лос-Анджелесе нет, но палатки встречаются по всему городу. Вот, а большинство бездомных, конечно, безобидные, но у многих психические отклонения, собственно, поэтому многие из них и живут на улице. Это не из-за того, что в Америке просто тяжело найти работу или тяжело платить какие-то белые за жилье. Это потому, что здесь распустили все психбольницы, и всех, кто не опасен для общества, просто выпустили на улицу, и теперь эти люди просто живут на улице. Многим из них люди дают деньги, дают еду, и тем из них, кто может работать, легко могут найти работу, потому что им помогают. У них есть шелтер, где они могут жить, но, опять-таки, так как у них, у многих психические отклонения, они просто, ну, живут на улице даже, и где-то их содержать как бы тяжело. Поэтому такая проблема существует в Америке. Ну, я бы хотела все-таки упомянуть, что не в каждом районе есть бездомные. Вот мы, например, были в районе Глендейл, там я не встретила, ну, ни разу ни одного бездомного за все время. То есть, это все равно они как-то, у них локации выбраны. Но Даунтаун – это, конечно, всегда самое манящее место для бездомных, потому что здесь большая проходимость людей, и здесь с наибольшей вероятностью, как бы, тебе что-то перепадет. Почему Скидроу образовался в центре города? Потому что изначально так и планировалось, держать всех бездомных в одном месте, и полиция специально, когда люди выходили из психбольниц, свозили их в один район, и хотели, чтобы весь город был чистый. Но как-то у них это все не получилось, и поэтому вот так. А в Нью-Йорке, хотя даже бездомных больше, чем в Лос-Анджелесе, но они там все в шелтерах живут. То есть, там совсем отличается и климат, им просто на улице, я думаю, там не выжить зимой, поэтому они все живут в шелтерах. Ну и, конечно, хватает людей, кто сам выбирает такой путь, просто жить на улице и не работать. К вам прикреплю сейчас видео, фрагмент, где девушка рассказывает, как она работала в салоне в Беверли-Хиллз, и сейчас просто бросила работу и выбрала жить вот так вот на улице. Я, собственно, работала в Беверли-Хиллзе в салоне в шелтерах, за год, когда я была здесь, когда я была в доме. И я люблю делать это очень лучше, чем я люблю делать это. Ты любишь в доме больше, чем в шелтерах? Это все злые, злые, ручные девушки. О, боже мой. И вот так я получаю свободу, я сам сам босс, я могу сделать свои свои часы, взять день, если я могу, когда я хочу. И я enjoy the fresh air. Это дает мне возможность путешествовать, если и когда я хочу. Я не привлеклась к зарплате, или семье, или каких-либо бизнес-пайментах сейчас. Поэтому я enjoy my freedom, когда я молода и счастлива, чтобы иметь это. Если честно, мы тут просто пять минут постояли на перекрестке, пока снимали видео. И к нам уже несколько человек подошли и спрашивали, что вы снимаете, снимаем ли мы подкаст. Предложили подписаться на наш канал. Мы сказали, что он на русском, и извинились. Они такие, блин, так жаль, так хотелось посмотреть. Ну да, мне кажется, если здесь просто погулять по городу, то уже можно собрать себе аудиторию, которая будет тебя смотреть. Это так прикольно. Все интересуются съемкой, все спрашивают. И все именно такие прям... А один парень даже записал номер телефона Никиты. Будет продолжение потом. Так, ребята, подскажите ЛЭН в несколько слов. В несколько слов, я думаю, что это город для мечтаний. Какие, здесь вы увидите многие люди, которые вкатят, чтобы укрепить свои мечты. Это как живая город, где можно чувствовать эту энергию, чувствовать эту экспертность. И вы можете видеть, что есть много фильмов, фильмов здесь, так что это живая город. Я чувствую себя так. Мы были в Л.А. только несколько часов, я и его. И это место было магично. Уникально. Где вы, ребята? В Бразилии. Мы все из Бразилии. Я здесь уже несколько лет и 9 месяцев. И я не думаю о выходе. Я всегда мечтал жить здесь. И теперь, что я здесь, я пытаюсь просто обеспечить эту экспертность. Это так круто. Если это не секрет, что вы делаете для жизни? Я скей. Это то, что я люблю делать. Вау! Вау! Это супер круто. Я часть этого бренда здесь, называется Honest. Вау! Но здесь, в Л.А. я работаю в ресторанте. Потому что мы должны платить деньги и все. Да, по-моему. Да, понятно. Да! Диана Лассанжелеса Лассанжелеса Не самое безопасное место города. И я вам сейчас покажу на примере почему. Здесь вы можете видеть пустой прилавок Старбакса. И это я, если честно, первый раз увидел. И я знаю, с чем это связано. с тем, что в даунтауне очень много бездомных. Они могут просто зайти в магазин, что-то взять и уйти. И работники в Америке обычно даже не будут останавливать этого человека. Более того, это даже запрещено законом. Я слышал о таких ситуациях, когда даже на владельцев ресторанов жаловались, если они как-то пытаются ограничить людей, которые что-то заходят и даже доставляют какие-то неудобства. Поэтому им легче просто вот так все убрать, чтобы никто не заходил и ничего не брал. Но я первый раз такое в Америке вижу. И неудивительно, что это именно в даунтауне. Буквально сейчас при нас была ситуация с Никитой Бористо. Вышла из Старбакса и пошла за мужчиной, который только что здесь был. Я не знаю, бездомный или нет, просто какой-то парень. Здесь сложно отличить бездомного от нет, потому что они все равно все хорошо обычно одеты. И он просто забрал какую-то табличку, и она за ним побежала, чтобы эту табличку забрать. Водно он ее спокойно отдал, но вот это странное поведение здесь у людей, потому что у некоторых есть какие-то отклонения. Я родился в Калифорнии. И мой любимый вопрос о Лос-Анджелесе что в час вы можете идти на снег. В час вы можете идти на океан. В час вы можете идти на десерт. Это мой любимый вопрос, чтобы пойти на снег. И это мой любимый вопрос о Лос-Анджелесе. Это мой любимый вопрос о Лос-Анджелесе. А здесь находится китайский кинотеатр. Наверняка вы видели, как голливудские звезды оставляют свои отпечатки. Вот это происходит именно здесь, перед входом в кинотеатр. Мы уже видели отпечатки Харрисона Форда, но в целом здесь можно встретить отпечатки известных голливудских звезд. Да. И, кстати, любой желающий может сходить посмотреть здесь фильм. Вот сейчас, например, здесь идет Джон Уик, и только что приглашали туда посмотреть его. И еще здесь по соседству прям проходит церемония премии Оскар, на которую мы пытались попасть, чтобы посмотреть на голливудских звезд совсем недавно, пару недель назад. Но там все перекрыли. Мы запозднились, там все перекрыли, так что не получилось. И в Голливуде находятся те самые известные звезды на Аллее Славы. Собственно, здесь Мэтью МакКонакхи, один из моих самых любимых актеров. И здесь Хью Джекман. Да, ну, а я приземлилась около Скарлетт Йоханссон. Мы прогуливаемся по Голливуду, просто хотели пройти вдоль улицы. И здесь уже все перекрыто, стоит красная дорожка, съемки. В общем, Л.А. это про большие возможности в арте, про музыку, про фильмы, кино, актерство. И это здесь прям, не знаю, вот настолько подсвечено, потому что здесь это повсюду. Ну, ребята, ну вообще просто. В 18 минут мы ехали от Голливуда до Беверли-Хиллз. В Беверли-Хиллз находятся просто роскошные дома, бутики, которые мы вам сейчас покажем. И кто-то даже смастерил карту того, где живут голливудские знаменитости в Беверли-Хиллз, где отмечен дом каждого. Если вы думаете, что на Беверли-Хиллз дорого жить, то вы правы. Однако есть разные варианты. Например, нашему студенту удалось найти комнату за 700 долларов в месяц. И у него из окна видно надпись «Голливуд», представляете? И еще в Беверли-Хиллз можно увидеть тот самый отель из фильма «Красотка». Как раз из него Ричард Гир собирал ее. В районе Беверли-Хиллз находится улица длиною в 3 километра, заполненная крутейшими бутиками. Джорджи Армань, Луи Виттон, Гуччи, Версачи – это только малая часть того, что предлагает этот район. Здесь также множество ресторанов и кафе, где можно насладиться вкусной едой и отдохнуть после шопинга. Родео Драйв – это место, где вы можете почувствовать себя настоящей звездой Голливуда и окануться в атмосферу роскоши и изобилия. Вы только представьте, я недавно покупала штаны в том же бутике Dior, где закупались недавно особроки Ирианов. Я не представляю вообще, какие эмоции я бы испытала, если бы встретила их в магазине. Через район Беверли-Хиллз и проходит бульвар Санта-Моника, собственно, по которому мы сюда и приехали, и который ведет к тому самому известному пирсу Санта-Моники, который многие из вас знают по игре GTA. Ну вот мы добрались до еще одного культового места, это Венес-Бич. Вы наверняка тоже видели это место в GTA, и также здесь тренировался известный Арнольд Шварценеггер. Как человек, которому Лос-Анджелес понравился разу только с пятого, я могу точно сказать, что Лос-Анджелес – это про вайб. Это не что-то про такое безопасное, ухоженное, чистое, а это про приключения, которые тебя полностью захватывают, про персонажей, за которыми интересно наблюдать. Это тот самый вайб, который дарят нам в Лос-Анджелес. Чтобы вы понимали, мы как-то с Кристиной шли по Голливудскому бульвару, и там парень выгуливал своего козла, это было очень прикольно. И вообще весь город, он про музыку, стиль, про креаторов, которые одеваются в какую-то разную одежду, как-то пытаются выразить себя, и это просто невероятно. И это, конечно, город контрастов, и в людях этот контраст, и в улицах, и во всем городе это очень четко отражается. У нас также есть подруга Таня, она тоже переехала в Лос-Анджелес из Сан-Диего, и она сюда переехала именно из-за контраста, потому что здесь она каждый день испытывает какие-то новые эмоции, и каждый день что-то новое видит, узнает и так далее. И я очень хорошо это понимаю. Венис, конечно, один из самых интересных районов Лос-Анджелеса, здесь столько разных людей, и каждый занимается с каким-то абсолютно разными вещами. На Венисе, кстати, живет один мой очень хороший друг, он говорит, что он практически не пользуется машиной, что редкость для Лос-Анджелеса, потому что здесь можно гулять пешочком до кафешек, до магазинчиков, но это прям вообще одно из моих любимых мест, здесь так атмосферно, боже мой, вообще я просто тащусь. Пиши в комментариях, если тебе понравилось это видео. Ну и каждый из вас может приехать в Лос-Анджелес, как это сделали уже сотни наших подписчиков. Если хочешь знать про это подробнее, мы прикрепили видео про языковую школу в Лос-Анджелесе, с которым мы сотрудничаем. Всем до скорых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok